так друзья начинать как напишите как видно как слышно приветствую всех я сразу друзья извиняюсь за то что будут чуть-чуть подкашливать у меня просто курс лечения идет поэтому я еще так сказать это не могу говорить громко и несколько подкачу ну как я уже обещал нашим активистам что еще два три месяца я закончу курс лечения и соответственно перестану просто этот такой длительный процесс который оказался не решается быстро так друзья значит у нас с вами среда значит сегодня у нас два вебинара с алексеем суходоевым утром для ну или днем для сибири дальнего востока первый для новичков мы разделили так чтобы все кто сегодня первый раз к нам дошел соответственно получили начальную информацию для того чтобы иметь представление о проекте о команде о целях и задачах о проделанной работе о перспективах и конечных целях которых мы ставим и следующий вебинар у нас идет обычно в 13 часов после такого там 10 обычно мы 7-10 минут делаем перерыв соответственно для того чтобы уже делать технико-экономический вебинар да спасибо за там николай сегодня да делает или от алексея уже подключился вот значит соответственно кто попрошу проголосовать кто вошел первый раз потому что все таки мы рассчитываем эти вебинары и у нас идет так такое разделение что первый вебинар для новичков чтобы не мешать и очень многие термины и понятия которым мы оперируем которым уже кто не первый там некоторых я даже здесь вижу те которые ходят несколько раз ну точнее уже регулярно вот они конечно ориентируются в том что мы обсуждаем и что делаем а для тех кто приходит первый раз материал все-таки настолько сложный и настолько необычный что вызывает некое отторжение это тоже друзья нормальная реакция ничего в этом страшного нет вот поэтому мы призываем обращаемся к думающим людям людям которые умеют анализировать и получаемую информацию и поэтому друзья если даже с первого раза вы что-то не поняли что у вас возникли какие-то вопросы то изучайте смотрите обращайтесь на сайт задавайте вопросы в техподдержку пишите уже более опытным кто структуре в проекте и соответственно получайте и получайте информацию потому что все конечно у нас идет только на анализе и на информации которые есть но друзья сразу могу сказать и это абсолютно медицинский факт что проект который мы сейчас ведем и вообще такого рода проекты их не в состоянии понять определенной категории людей это наука и медицина четко доказано и Анатолий Дуарович тут вот на одной из встреч перед новым годом приводил эти эти факты что очень много чтобы заглянуть за сегодняшний день в будущее для того чтобы представить и понять и проанализировать и увидеть стратегию и ход развития событий которые происходят необходимо иметь абстрактное мышление абстрактное это значит абстрагироваться от того что сегодня есть сделать определенные допущения и увидеть как это будет выглядеть этим обладают и этим не все то есть это просто физическое свойство людей так же как и дальтонизм так же как и еще ряд обычных явлений то есть вот я допустим некоторые цвета тоже не совсем различаю и жена надо мной постоянно над этим смеется вот когда мы с ней спорим какого цвета допустим у меня куртка вот точно так же есть холерики есть люди которые с одним темпераментом с другим темпераментом точно так же центр который отвечает за абстрагирование есть люди которые с логическим мышлением которые четко с прагматическим вот и абстрактное мышление позволяет людям увидеть то что сегодня кажется не очевидно всем и поэтому по мере того как это функция или это свойство в организме у людей развивается и более может может давать результаты соответственно делятся на категории есть люди которые могут немного предполагать и планировать завтра есть послезавтра а есть особо выраженные люди которые обладают такими экстра сенсорными то есть экстра восприимчивыми способностями которые вы могут видеть и ближайшее и далекое будущее это друзья тоже физическое свойство нас как людей и соответственно если вы получаемую информацию вы анализируете когда вам говорят о будущем и вы что-то во что-то не верите что-то не можете принять или что-то для вас кажется сложным это тоже абсолютно нормальный процесс в зависимости об абстрактном мышлении и естественно что такие люди как юницкий Анатоль Эдуардович может абстрагироваться и из вот этого времени из той информации которую нас окружают сделать прорыв и увидеть и сделать а потом спроектировать то что есть это конечно выдающиеся инженеры выдающиеся изобретатели но друзья только на таких изобретателях только на таком скажем так видении инженерной работе строится все развитие цивилизации все развитие инженерной науки все вообще продвижение естествознания и также в свое время Константин Эдуардович Циолковский наш выдающийся аналитик выдающийся теоретик космического движения который показал что земля это колыбель человечества о том что будут с использованием законов сохранения импульса многоступенчатые ракетные двигатели ракетные машины которые будут выводить на орбиту строятся орбитальные комплексы и очень много теоретических основ которые Циолковский заложил в начале двадцатого века сегодня принимаются и применяются в космонавтике и это тоже друзья сегодня не признать невозможно и заслугу Константина Эдуардовича Циолковского выражено в том что сегодня и академия космонавтики и город Циолковский сегодня строится рядом с космодромом восточный это как раз признание того что в начале века были такие люди которые смотрели видели конструировали запускали первые прототипы ракета а потом пошла целая плеяда людей которые последователи за Константином Эдуардовичем это и дальше Цандер который разрабатывал первые ракеты которые отработали уже и в планерном исполнении а потом уже применялись и в военной технике наши знаменитые Катюши это потом Сергей Павлович Королев который уже провел практически применение этих знаний который создал и является родоначальником всей ракетной отрасли ракетной техники в России это тоже развитие этого направления и как раз Анатолий Иванович Идницкий это та школа которая продолжает вот эту плеяду таких выдающихся русских российских инженеров изобретателей и здесь нам не надо ни с кем сравнивать сейчас модно позиционировать какое место Россия занимает в той или иной отрасли в той или иной области науки мы часть общей цивилизации общечеловеческой цивилизации у нас серьезнейшее место на земле и физически территориально и по населению и по интеллектуальному вкладу и нам не надо ни с кем мериться надо просто посмотреть историю и понимать что все что связано с движением все что связано с инженерной мыслью мы всегда всегда были в первых рядах и мы всегда создавали инженерные решения инженерные направления которым пользовалась вся цивилизация это и Можайский который строил и создал именно теорию самолета строения это Жуковский который рассчитал подъемную силу и с помощью профиля крыла который рассчитал Жуковский именно идеальную форму братья Райт в 1903 году 17 декабря подняли первый аппарат тяжелее воздуха это естественно и Циолковский которого я упомянул и Сикорский Игорь Николаевич это наш тоже выдающийся инженер который создал целое направление в самолетостроение это геликоптеры то есть аппараты которые с вертикальным взлетом и посадкой это выдающееся направление и создал самую крупную в мире самолетостроительную компанию и на его вертолетах летали все руководители государства они применялись во всех отраслях и соответственно то что мы сегодня видим и то что сегодня новую концепцию название это то что сегодня наша страна это то что сегодня наша русская цивилизация дает миру и мы именно создаем транснет создаем транспортную коммуникационную систему следующего поколения похожеин terrorists Это тоже, друзья, закономерное развитие. И то, что ядром этого развития, то, что ядром этой технологии вообще всего цивилизационного мира будут струнные технологии инженеров Юницкого, это, друзья, результат 40-летней работы. Юницкий еще в 70-е годы предложил новую концепцию. Но, как мы тоже уже рассматривали, и это будет, скажем так, на более углубленных вебинарах, когда мы даем именно экономическую и технологическую теорию, но для новичков я могу сказать, что ничего не бывает в мире просто так с точки зрения науки, что не классифицировано, не оценено, не проанализировано и не установлены взаимные причинно-следственные связи. Это и есть, собственно, друзья, суть и смысл науки накопления знаний, потому что, если не производить накопление и использование знаний, то, наверное, цивилизация бы остановилась, и в инженерном плане, в цивилизационном плане мы бы, наверное, не продвинулись к тем высотам, к которым мы сегодня пришли. И вот как раз Юницкий еще в 70-е годы предложил концепцию неракетное освоение техники, когда мы были на пике подъема, на пике соревнований со штатами, на пике именно вот этой эйфории космического освоения. И Юницкий показал, что с помощью ракет невозможно освоить космическое пространство. Да, это первое транспортное средство, да, мы с этим делаем первые шаги в космос, но для того, чтобы дальше развивать цивилизацию, развивать освоение, как Циолковский говорил, что Земля – это колыбель цивилизации. Дальше она освоит околоземное пространство, а дальше она выйдет в космос. Это, друзья, цитата Константина Юдоровича Циолковского. Так вот, для того, чтобы выйти, нужно транспортное средство, которое, используя еще один закон сохранения, который есть в нашей физике, закон сохранения масс, позволит сделать транспортное средство, которое будет за один рейс вводить миллионы тонн на геостационарную орбиту Земли. Он предложил, и это очень хорошо описано в фильме «Беларус научфильма» за 1986 год, «В небо на колесе». Тогда как раз была предложена концепция транспортного средства, которое в вакуумной трубе, которое идет по периметру Земли вдоль экватора, позволяет создать систему, которая вводит. Но при всем анализе, физической, именно с точки зрения моделирования возможности этой схемы, практической реализации, эта система не могла преодолеть, не могла быть осуществлена, потому что она намного, намного опередила свое время. И Юницкий обратным счетом, это, кстати, тоже очень важно, мы на следующем вебинаре, Алексей будет Суходоев проводить сравнение с… Так, а я, Николай, я опросник, напиши в чат тогда, пожалуйста, я что-то не посмотрел, сколько у нас сегодня новичков, это самое, просто уже включился в материал и… Так вот, именно сравнение, ага, то есть 17%, но проголосовало 81%, то есть проголосовало половина, из этой половины 16%. Ну, друзья, это средняя статистика, у нас где-то 30-40%, реально мы понимаем, что каждый раз приходит новичков, это, в принципе, хороший показатель. Вот, но мы сейчас перестраиваем, то есть в таком плане, ну, это, друзья, мы дальше на следующем вебинаре будем говорить, мы со следующего месяца несколько меняем формат работы, и я думаю, что у нас будет несколько другая система, другая построение материала. Так, а, все, Алексей сделал опросник, молодец, все, спасибо, тогда это самое. Друзья, если кто еще не проголосовал, особенно из новичков, прошу проголосовать, чтобы мы статистику видели, потому что потом у нас будут опросники, соответственно, кто эту информацию воспринял, а кто потом пошел в следующий, соответственно, вебинар. Так вот, друзья, к тому сейчас, что вы должны понимать и в какой проект вы сейчас приходите. Что инженерная мысль, которая развивалась, которую делала, я коротко вам показал, что русская инженерная мысль, она всегда стояла, скажем, на острие, и мы всегда были конкурентами. За основные открытия, связанные и с точки зрения движения, и с точки зрения применения инженерных решений, мы, выдающаяся, скажем так, цивилизация, выдающийся народ, это нельзя отрицать, нельзя как-то опровергать. Это, друзья, исторический факт. И то, что сегодня основу шестого технологического уклада, то есть то, что определит развитие на ближайшие 20, 30, 50 лет, это также определяется русской инженерной мыслью, я считаю, друзья, что это закономерно, что это абсолютно выход из той ситуации, которая экономически складывалась последние десятилетия. И как не Россия, которая обладает одной седьмой частью суши, которая находится на Евразийском континенте, должна предложить концепт бесплатного, скоростного, комфортного перемещения по этой территории, освоение сегодня огромнейших территорий, пустующих территорий, где находится очень комфортная территория для проживания, где находится огромное количество полезных ископаемых, где есть земли для сегодняшнего экологического проживания, в чем задыхается сегодняшняя развивающаяся именно техногенная цивилизация. Это абсолютно закономерно. И Юнецкий, как я уже говорил, предложив 40 лет назад концепцию сначала космического освоения, он потом обратным счетом пришел к транспортной системе, которая называется Транснет, это струнные коммуникации с использованием предварительно напряженной струнной вантовой конструкции, которая зашита в жесткую рельс-балку. Соответственно, транспорт, который мы сегодня продвигаем и реализуем, это так и называется рельсовая небесная дорога, Rail Skyway. То есть на рельсах аэродинамичный модуль, который передвигается с огромными скоростями, который очень экономичен, на порядок экономичнее, чем самолеты и сегодняшние автомобили. Но который дает комфорт и сегодня вседоступность с любой территории. Здесь полная аналогия идет с интернетом, потому что ту сеть, которая сегодня выстраивается с помощью струнных технологий Юницкого, Транснет, она идет следом за следующей сетью, которая уже сегодня сформировалась. Это сеть пятого поколения и именно поколения с точки зрения цивилизационных этапов, которые ввел также наш русский ученый Николай Кондратьев еще в начале 20 века, который показал, что все развитие идет не волнообразно, как пытаются, или не циклично, потому что как можно сравнивать циклы развития, допустим, до применения паровой машины и после паровой машины, когда появился паровоз и пароход и, соответственно, изменился облик цивилизации до начала 18 века, когда для движения сначала использовались только энергия ветра, то есть возобновляемые источники энергии, а потом перешли на сжигание углеводородов, то есть сначала дерево, потом угля, потом уже перешли к двигателям внутреннего сгорания, это следующий цивилизационный этап, то есть возникла промышленность, банки, финансовые компании, это все, друзья, естественное развитие. Потом следующий скачок это электричество, тоже глупо отрицать, что электричество изменило нашу жизнь и до электричества, и после электричества, это другой мир. Потом пришел двигатель внутреннего сгорания, пришла эра нефти, и весь директор из крупнейших финансово-промышленных групп, крупнейших центров, которые оперируют всеми ресурсами мира, и вся эта связка, вы видели, прошла под именно нефть, доллар и цена на нефть, и мы сейчас видим как раз уже отголоски, но сейчас эта эра затухает, и как на прошлой неделе мы анализировали, рассматривали, сказал наш очень серьезный экономист, я его не совсем схожу с ним по взглядам с точки зрения именно политических, но с точки зрения экономики профессионала, Герман Греф, это блестящий экономист, и он на Гайдарском форуме сделал очень интересный доклад, мы в конце сбросим вам на него ссылку, кто считает или кому интересно развиваться в этом направлении, обязательно посмотрите, потому что с точки зрения аналитики, и это один из лучших докладов на сегодняшний момент с точки зрения экономики. Так вот, Греф в этом докладе четко сказал, что эра нефти прошла, не потому что кончилась нефть, а точно так же, как каменный мех закончился, не потому что закончились камни. Просто эра прошла, мы выходим на новый этап развития, и этот этап, новый этап развития, как шестой технологический уклад, а пятый, друзья, он прошел на наших глазах, это начало 90-х годов, когда пришла эра интернета, эра IT-технологий, мобильных телефонов, интернета, скайпа, ксерокса, GPS, все, что мы сегодня знаем, и героев этого времени, и Джобс, и Билл Гейтс, и Цукенберг, и Сергей Брин, наш соотечественник, я с ним одно время даже сидел в одном здании на одном этаже, и был свидетелем, как он за массажи, которые ему делала очень симпатичная и красивая девушка, платил акциями Google 20 тысяч акций за один массаж. Зайдите сейчас, друзья, в интернет и посмотрите, сколько стоит или сколько тогда этой девушке обходился. Так вот, тот курс, который она ему проводила каждые 10 дней, там раз в месяц, я считаю, что это очень достойная плата этой девушки за то, что она делала. Но это, друзья, как раз у каждой истории, у каждого развития есть свои такие красивые истории, так же, как когда Джобс организовал свою компанию Apple с группой единомышленников, их было 10 человек, и один из его ближайших друзей, один из его ближайших сторонников, соратников, до того времени, который с ним был, не поверил, что они продадут и создадут 200 компьютеров до конца года, и продал 10% Apple за 800 долларов. Он еще, эти люди, ну, Джобс, к сожалению, нас покинул, а этот человек еще живой. Соответственно, представляете, сегодня доля 10% в Apple стоит 78 миллиардов долларов. То есть, и это было продано за 800. Это, друзья, тоже все красивые истории. Это не значит, что у всего населения были такие возможности. Это говорит о том, что в нужное время, в нужном месте, кто входил, кто покупал в свое время акции Facebook, кто покупал акции Microsoft, которые выросли в тысячи раз. Соответственно, это уже венчурная, это уже инвестиционная грамотность, которая показывает, что когда на начальном этапе входишь в определенный проект, то есть возможность очень серьезно заработать на венчурной премии, то есть на премии за риск. И здесь, друзья, как раз, если переходить к сути, то, что мы сегодня делаем, предлагаем, мы группа компаний Skyway Invest Group, то есть это подразделение и часть общего проекта Skyway, то есть мы как краудинвестинговая система, которая организует, доводит информацию и предлагает людям принять решение, стать партнером и участником развития венчурного проекта по строительству сети следующего поколения, то есть сети, которая идет за интернетом. То, что сегодня интернет – это агрегированное понятие пятого уклада, мы сегодня уже, друзья, создаем будущее для многих, а для нас это настоящее – это транснет. Это агрегированное понятие сети следующего поколения, которое будет состоять из тысячи-тысяч адресных проектов, которые будут соединять тысячи городов, которые будут перевозить миллиарды пассажиров, миллиарды тонн груза, и которые создадут новую экономику шестого уклада. Именно термин, который Юницкий ввел в 76-м году – экогенной технологии, то есть экогенной цивилизации, которая будет не загрязнять окружающую среду, как мы сегодня видим, то есть миллиарды тонн выброшенных тонн нефтепродуктов в виде серы, укиси тяжелых металлов, и мы сегодня гадим ту планету, на которой сегодня живем, и фактически осталось 2-3 поколения, когда может быть пройдена точка невозврата, когда уже восстановить экологию будет невозможно. Но этого, друзья, не произойдет по той причине, что входит экология и технология, которая развивает экологический уклад, то есть это шестой технологический уклад. Цель задачи этих технологий, всех, которые сегодня идут, это снизить нагрузку на природу, это войти в гармонию с природой, это очистить то, что сегодня было нашими потомками, нашими, извините, предками нам передано в виде экологических проблем. И, соответственно, это очистить города от пробок и от смога, это расселить большинство людей на экологически чистые, пригодные и очень комфортные для проживания земли, для того, чтобы у каждой семьи был как минимум гектар чистый, экологический на берегу водоема земли, чтобы мы питались только 100% экологически чистыми продуктами, которые также являются основой шестого технологического уклада в виде биоинженерии, то есть восстановления экологичности, чтобы мы пользовались экологически чистой энергией и автономной, и эти концепции тоже сегодня в шестом технологическом укладе есть. Здесь у нас большой, ну, скажем так, наш партнер, союзник, единомышленник, это Эллен Маск, интереснейший человек, который также работает в этом направлении. Он дал сегодня концепцию гип-пауэр-вола, то есть энергии, которая накапливается, используется в индивидуальном домостроении, а сейчас разрабатывает концепцию уже и для промышленного использования. Таким образом, сейчас формируется шестой технологический уклад, где люди будут жить в экологически чистых местах, где они будут использовать возобновляемые источники энергии, которые не будут загружать окружающую среду, а будут автономными и восстанавливаемыми. Мы сегодня создаем транспортную систему Transnet, в основе которой лежат струнные технологии инженера Юницкого. Это транспорт, который будет весь перемещаться на возобновляемых экологически чистых источниках с большими скоростями, с большим комфортом. И мы всегда говорим, я не буду сейчас на этом останавливаться, что перемещение с помощью Transnet будет из любой точки Евразии в любую точку Евразии, то есть Москва во Владивосток, бесплатно с комфортом сегодня первого класса самолетов. Как это все будет происходить, мы вам будем рассказывать, показывать сразу на вопрос, что это невозможно. Я говорю, друзья, посмотрите Skype и вспомните, сколько лет назад Skype был невозможен и передача видеосигнала из любой точки мира в любую точку мира казалась утопией и казалась делом далекого будущего. Это как раз, друзья, на сегодняшний момент абсолютно реализуемый уже технический проект. И для нас, как интернет, как младший брат, как сеть пятого поколения, а мы, как я уже сказал, формируем сеть шестого поколения, как раз в этом плане идет очень такая связка серьезная с тем, что прорабатывает и делает Эллен Маск. С другой стороны, сегодня есть огромная плеяда российских инженеров, которые разрабатывают сегодня альтернативные источники энергии с использованием редкоземельных компонентов, редкоземельных металлов. Я могу сказать, что это перспективнейшее направление. Еще одно из направлений, которое будет идти в очень тесной связке с транснетом, это нанофотоника. Это то, что сегодня даст передачу на порядок, более чем на порядок передачи информации с большими скоростями и с меньшими затратами энергии. Это то, что дальше ляжет в основу следующей информационной сети и следующих компьютеров и накопителей, которые будут использовать не электромагнитные колебания, то есть не электромагнитные накопители, а уже световые накопители, то есть это световые волны, которым для хранения и передачи информации надо энергии на два порядка ниже. Это следующий шаг. В физике она тоже идет в тесной связке с транснетом, потому что в путевую структуру монтируются оптиковолоконные проводники и, соответственно, вся сеть, которая будет развиваться в транснет, она также будет и информационным коммуникатором. И еще очень важный аспект, который сегодня идет в этом направлении, как я уже сказал, это расселение, это экология, это инженерия. И, соответственно, это все укладывается в то, что мы сегодня создаем и то, что сегодня позволяет сделать анализ, что в ближайшие 10 лет мировую экономику, а российскую в частности, ждет не кризис, не рецессия, не спад, а очень серьезный скачок, очень серьезное развитие, очень серьезный взрывной рост. Это не какая-то утопия, это не какие-то пустые слова, это все анализ технологии информации, которой мы сегодня владеем, которую мы доносим и которая сегодня позволяет делать те выводы, на которых мы сегодня стоим. Поэтому, друзья, кто сегодня зашел первый раз, вы первый раз услышали SkyWay, вы первый раз услышали Transnet, вы ничего не знаете о технологиях инженера Юницкого. Поэтому мы сейчас, наша задача показать, что это развивалось и строилось не один год и даже не один десяток лет, что оно имеет огромную историю и сегодня уже с помощью той работы, которую мы ведем уже около двух лет, уже идет финансирование эко-технопарка, то есть идет строительство уже доказательной базы, идут испытания подвижного состава, идут сейчас строительство, монтаж и приступает к испытаниям уже путевая структура. Уже буквально через два месяца будут показаны первые прототипы транспорта, который будет применяться и строиться уже в этом году, идет создание и запуск непосредственно проектов, которые будут реализовываться в различных регионах мира по применению легкого транспорта. Это тоже, друзья, уже сейчас делается и производит, то есть вы должны четко понять представление, что это широкомасштабный проект, который активно развивается, в который влечены уже сегодня сотни и сотни тысяч людей и приход новых участников, новых инвесторов, новых партнеров сейчас многократно и многократно увеличивается. И мы как раз для этого построили всю систему, связанную с доведением информации, с юридической защитой, с технологической обоснованием и доказательной базой того, что мы с вами делаем. Это, друзья, как раз то, что уже реализуемо, делаемо и мы очень рады, те, кто подключился сегодня к проекту и наша с Алексеем задача, это дать вам информацию, чтобы было над чем задуматься, чтобы вы получили основы и азы, которые вас, соответственно, привлекли к тому, чтобы вы дальше изучали информацию и в конечном итоге стали нашим партнером, стали участником продвижения проекта. И, соответственно, могли претендовать на те венчурные премии, которые сегодня значительные, они выражены в виде дисконтов на венчурные акции компании, которые владеют интеллектуальной собственностью. И это, друзья, абсолютно закономерно. И сейчас мы уже можем провести анализ и показать, что люди, которые приходили полтора года назад, год назад, были совсем другие премии, были совсем другие дискаунты, которые устанавливались на вот эти вот венчурные обязательства. Я пришел в компанию более 15 лет назад, когда эти дискаунты вообще зашкаливали и сегодня, естественно, что у меня есть определенный пакет этих венчурных акций, исчисляемых, наверное, миллионами сегодня в эквиваленте. И, естественно, что, друзья, это станет реализуемым и понятным и ощутимым только тогда, когда технология пойдет, когда она будет применяться, когда будут заказы, когда будут строиться, эксплуатироваться и эти компании будут приносить прибыль. И мы, друзья, с вами, кто сегодня входит в корневую технологию, то есть благодаря кому она сегодня развивается, мы как раз будем получать и дивиденды, и прибыли от тех адресных проектов, которые будут по всему миру, которые мы сегодня, друзья, запускаем. И во второй части я как раз подвел мягко сейчас такую систему, что мы проанализируем то, что сегодня делается в венчурном рынке, который сегодня делает, ну, скажем так, наша власть, правительство Российской Федерации. И мы несколько соизмерим и сравним по результатам и по значениям, которые мы сегодня делаем. Я передаю слово Алексею, Алексей Суходоев, это мой ближайший товарищ, ближайший соратник, который пришел в проект в начале 2014 года на первой конференции, просто как рядовой инвестор. Сегодня это ведущий директор компании, это ведущий человек, который занимается продвижением адресных проектов, это как раз тот человек, который дальше будет развивать и создавать именно сеть Транснет, и как раз такие молодые люди, как Алексей, как Арман, еще очень у нас целая плеяда по городам сегодня растет молодых ребят. Это как раз те, кто будут создавать основу той экономической системы, которая будет на порядок, еще раз скажу, на порядок мощнее, чем та экономика в России, которая сегодня существует. Алексей, тебе слово. Так, друзья. Здравствуйте, друзья. Просим прощения за неполадки технические, иногда возникают. Рад приветствовать в первую очередь новичков. Дамы и господа, запомните этот день, потому что, собственно, вы действительно на верном пути, уже даже вступив на порог данной вебинарной комнаты, потому что когда-то на подобные вебинары в первый раз те люди, которые активно развивают на данный момент сейчас проект, вступили также, поверили и начали развивать не просто активно, а сверхбурно активно. И темой сегодняшнего моего выступления будет не мотивация, а именно то, что вообще сподвигло компанию развернуть вообще ракурс направления на краудинвестинг. И я освещу технические параметры, технические характеристики, преимущества технологий, которые позволят в самом ближайшем будущем стать ей самым перспективным транспортом в мире. Не побоюсь этого слова. Друзья, на самом деле, то, что говорил Сергей Анатольевич Сибиряков, это история, которая проносится сквозь года. То есть это более 15 лет активного сотрудничества со струнными технологиями Анатолия Эдуардовича Юницкого и лично с самим Анатолием Эдуардовичем Юницким. Это тот человек, который, в принципе, начал историю проекта с полигона в озерах Московской области. То есть если бы не Сергей Анатольевич, что Александр Лебедь, скорее всего, не проинвестировал бы этот проект. И кто знает, на какой бы стадии сейчас развивался бы наш проект. И после Александра Лебедя, после его трагической гибели, к сожалению, было проведено много переговоров, которые не закончились. Вот почему, к сожалению, которые не закончились с должным результатом. Но это абсолютно ожидаемо, так как модель, с помощью которой должен финансироваться подобный венчурный инновационный проект, который изменит всю транспортную индустрию всей планеты. Но начало будет с мелких шагов. Но, собственно, был выбран краудинвестинг. Было выбрано народное финансирование в 2013 году лично Анатолием Эдуардовичем Юницким. И это неспроста, потому что только народ, только в начале это были 10 людей, потом это стало 100 людей, 1000, 100 тысяч, сейчас мы перевалили за порог 200 тысяч людей, которые просто зарегистрированы в проекте. Естественно, инвесторов их чуть поменьше. И те люди, которые просто зарегистрированы регулярно, присоединяются к нам уже в виде инвесторов, так как невозможно спокойно наблюдать то развитие проекта, который на самом деле сейчас происходит на наших глазах. То есть на наших глазах не просто строится история SkyWay, а SkyWay уже взаимодействует с окружающим миром в полной мере, в том числе и с чиновниками, в том числе и с властями. И произошли определенные события, которые позволяют говорить о том, что действительно SkyWay сможет спасти и Россию, и планету, и будущую экологию. И вот эти направления, которые вы видите, это транспорт будущего. То есть это не далекое какое-то будущее, это абсолютно ближайшее будущее. Городской пассажирский транспорт, грузовой транспорт, высокоскоростной транспорт, легкий прогулочный, спортивный, экскурсионный транспорт. И постепенно, поэтапно выработана стратегия группы компании SkyWay международной, именно входить в рынок с легкого прогулочного, спортивного, экскурсионного транспорта, на который уже, собственно, инициируются адресные проекты. Но, друзья, основная цель, основная цель наша, это высокоскоростной транспорт. Потому что высокоскоростной транспорт в полной мере изменит нашу с вами жизнь. И те места, куда мы добирались за сутки, так скажем, за, может быть, 12 часов перелета, мы будем добираться в 3-4 раза быстрее, не тратя время при переездах, при стыковках, рейсах, пересадках и так далее. Тратится огромное количество времени, которое мы можем уделить нашей семье, нашим детям и обучению. То есть то, чем SkyWay Invest Group занимается, это, естественно, в первую очередь обучение, обучение финансовой грамотности. И на самом деле человек, который финансово грамотен на сегодняшний день, понимает, что этот проект, в который его зовут, мы не скрываем, что мы зовем, мы приглашаем, мы оповещаем большое количество людей, мы проводим большое количество конференций. И, соответственно, те люди, которые присоединяются, они имеют возможность, так как это система народного, не просто краудфандинга, а краудинвестинга, за то, что они рассказывают о проекте, соответственно, получать вознаграждение, которое мы могли бы тратить на бешеные рекламные бюджеты. Не мы, а головная компания. Например, более 90% расходует рекламный бюджет компания Coca-Cola. Я думаю, что у Apple также огромные затраты на рекламный бюджет, оповещение населения о приближении выпуска новой модели iPhone, новой модели iPad. Здесь у нас все делает сеть, то есть инвестпроводящая система, которую все мы с вами строим. Но мы являемся не просто инвестпроводящей системой, мы являемся сетью будущих потребителей. Этого не делал никто, никогда не одна корпорация в мире. И как раз-таки данное конкурентное преимущество позволит нам приобретение уже конкретного весомого веса, действительно, без конфронтации, борьбы, но вступать в этот рынок, рынок серьезной транспортной индустрии и в корне ее менять. И на самом деле экологичность, социальность, безопасность, долговечность – это те пункты, которые должен знать каждый новичок. Что касается долговечности, то это срок службы до 100 лет. Можно сравнить с мостами. Задумайтесь, сколько служит мост. Сколько служит мост, через который проезжают десятки тысяч фур за несколько дней. То есть, это, допустим, мост, именно лежащий на пути грузоперевозок. Сколько легковых автомобилей проезжает этот мост? А если будет передвигаться легкий прогулочный транспорт, то почему долговечность должна быть ниже? И сама путевая структура рассчитана таким образом, что да, действительно, мы можем обеспечивать такие показатели, как срок службы до 100 лет. Каждый подвижной состав, он будет обслуживаться именно международной головной компанией, именно центрами техобслуживания. И о чем вам нужно будет задуматься? О том, каким ваш будет модуль, каким будет ваше купе. Купе, в котором вы будете перемещаться, которое вы можете поставить либо в гараж, либо отвезти, допустим, на ближайшую станцию, если транснет, то есть, единая транспортно-энергетическая коммуникационная сеть ближайшего будущего еще не дошел до этого места. И вам не нужно будет задумываться о техническом обслуживании вашего подвижного состава. Это будет делать именно международная корпорация. Вам не нужно будет лежать под капотом автомобиля, это уйдет в романтику. Не нужно будет ремонтировать не только вам, но и сервисным службам, которых очень много именно у дилеров. То есть, дилеры, которые также, возможно, по франшизе, по правам, которые будут давать, соответственно, разрешение продавать данные подвижные составы, они не будут заниматься технической эксплуатацией. И если бы таким образом строился бы весь автомобильный рынок, то у нас экономилось бы значительное количество человека, часов ремонта, и значительное снижение ДТП было бы, так как, собственно, автомобили бы управлялись и ремонтировались бы единой системой. Что касается управления, это будет единая автоматизированная система управления. То есть, это то, к чему подходит на самом деле сегодняшний век. Это, например, пассажирский транспорт Дубае. То есть, это беспилотный транспорт. Очень замечательно находиться на самом деле в начале подвижного состава и видеть, что транспортное средство едет само. И на самом деле то, что сейчас сделано в Дубае, в Китае, в Японии, это тот этап, который необходимо было пережить, необходимо было испытать, чтобы пойти выше, пойти дальше. То есть, снизить материалоемкость, снизить затраты топлива и создать более серьезную аэродинамику. То есть, от аэродинамики зависит очень и очень много. Об этом каждый раз повторяет Анатолий Эдуардович Юницкий. Что касается коэффициента аэродинамического сопротивления, то он значительно превосходит современные спортивные болиды, современные военные самолеты, которые обладают также, и в них заложена очень серьезная аэродинамика. И что касается нашего подвижного состава, то это 0,0,75. Что касается КПД колеса, так как это рельсовый автомобиль, то есть Rail Skyway, именно Unibus, и, соответственно, КПД колеса при соприкосновении, минимальной площади соприкосновения, сталь по стали 99%. Такой показатель не может обеспечить ни одно транспортное средство на сегодняшний день. И от этого, естественно, складывается значительная экономия как топлива при эксплуатации, так и материала при строительстве. Чего, опять же, не скажешь о японских транспортных средствах 2-го, 1-го уровня, чего не скажешь о Китае. Что касается Китая, то просто есть случаи, когда начинали строить транспорт 2-го уровня, пытались строить транспорт 2-го уровня, и он просто не выдерживал технически, происходило разрушение данного объекта. То есть представьте, какую безопасность несут данные объекты. Что касается безопасности Skyway, то это будет 100% показатель безопасности, так как все технические характеристики, все параметры, как и влияющие на комфорт перемещения человека, пассажира, так и затраты топлива, затраты электроэнергии, затраты, которые несет аккумулятор. И у нас есть технические ноу-хау, которые позволяют запитывать аккумуляторы на легкие прогулочные, спортивно-экскурсионных подвижных составов с помощью велотяги. То есть это такое понятие и компонент, как фитнес-энергия. И, друзья, вот эти все ноу-хау, безупречно выверенные, они складывают эксклюзивность и уникальность технологии Skyway. И именно в этот проект, дамы и господа новички, в первую очередь для вас именно рассчитан этот вебинар, чтобы вы, не вдаваясь в технические подробности, которые я все же описываю, потому что без них никак невозможно описать проект, никак невозможно не понять, что такое струна и почему же это струна. На самом деле ответ очень прост. То есть струна – это предварительно напряженная, растянутая, неразрывная конструкция, закрепленная на концах анкерных опор. И конструкция, она одновременно и простая, и сложна. Она сложна, так как имеется масса ноу-хау. Это проволоки растянутые и закрепленные. Это проволоки могут быть от 3 до 5 мм диаметра. Далее идет о наличивании специальным составом. И далее ставится головка рельса. То есть это не просто рельс, это инновационный рельс. И как раз таки данный инновационный рельс дает идеальную ровность поверхности пути небесных дорог. И, соответственно, складывает вот эту легкую и ажурную конструкцию, которая позволит вам также радоваться небу, которое будет над вами, и ничто не будет закрывать обзор. И поэтому мы называем данный вид транспорта, данную путевую структуру небесные дороги. То есть небесный транспорт, можно сказать. И развитие Skyway сегодня, планы на ближайшее будущее, они реализуются уже здесь, сейчас. То есть Эко-технопарк строится. Сейчас мы проводим вебинар. Идут техработы. То есть уже заложены промежуточные опоры. Большая их часть в конце января, собственно, будут подведены итоги. Я думаю, что все 19 промежуточных опор будут уже заложены. Те люди, которые останутся на расширенный технико-экономический вебинар, мы специально включим наш традиционный уже ролик-отчет за 2015 год. Конечно, уже много было сделано сверх этого. Но то, что уже в конце 2015 года, при вечной, условиях, приближенных к вечной мерзлоте, естественно, это более такие комфортные условия, но это зимние условия. И многие технологии не позволяют строить на сегодняшний день даже дома, даже конструкции сооружения при серьезном холоде и морозе. То есть могут возникнуть технические проблемы. У нас же стройка не прекращается ни на день. То есть даже новогодние праздники, собственно, только чуть-чуть отпраздновали специалисты научно-производственного конструкторского предприятия и далее вперед на работу. И развитие Skyway, друзья, закладываем как раз-таки мы с вами здесь сейчас. Развитие Skyway – это тот потенциал инвестирования, естественно, в экотехнопарк в первую очередь. И от инвестирования и параллельно с инвестированием развивается логика адресных проектов, которые уже заложены и уже, повторюсь, инициируются адресные проекты. И как раз-таки от глобальной сети Transnet в виде сети адресных проектов, которые мы сейчас действительно дублицируем, будут складываться очень серьезные прибыли. То есть по расчетам Анатолия Эдуардовича Ницкого – это десятки, сотни и тысячи даже триллионов долларов. Тысячи триллионов долларов. Вдумайтесь в эту цифру. И как раз-таки участвовать в этом рынке мы предлагаем вам. Предлагаем, потому что проект развивается с помощью народного финансирования. И те люди, которые уже поддержали проект, уже высказали о нем положительное мнение, это люди не просто с улицы, со стороны, это эксперты в своей области. И как научные деятели, так и политики, так и экономисты, обозреватели, так и иностранные специалисты высшего уровня, как Род Хук, это бывший директор транспортного департамента Южной Австралии, сейчас активно участвуют в проекте. И только вдумайтесь, что вам конкретно может помешать затыпиться за эту, действительно, гуманистичную идею и продолжить развивать проект вместе с нами. Тем более, что этот проект может действительно обеспечить будущее как ваших, так и ваших будущих поколений. Спасти планету, спасти Россию и, собственно, выстроить новый, действительно, экологичный мир, который погрязнет не в техногенной цивилизации, а, собственно, создаст экогенную технологию, создаст очищенную новую транспортную систему, которая будет переносить нас из точки в точку намного быстрее, чем сейчас это делают самолеты, я не говорю о поездах и не говорю о таких средствах передвижения, как пароходы и корабли. О них, кстати, мы поговорим на расширенном технико-экономическом вебинаре, потому что показатель именно морских перевозок, он упал до неузнаваемости вниз. И это гласит о том, что нужно что-то менять. И мы призываем вас действительно менять вместе с нами. Сейчас в конце уже своего выступления я вам дам специальные промо-коды, которые новичкам позволят здесь сейчас войти в проект на самых лучших условиях. Это, собственно, подразумевается для технико-экономических вебинаров, потому что люди сюда уже приходят более-менее осознанные после вебинара для новичков. И наш вебинар технико-экономический, это, можно сказать, второй вебинар для новичков. И те люди, которые приходят на расширенный вебинар, это уже наши союзники, это уже люди, которые заинтересовались технологией Skyway, развитием проекта, и те люди, с которыми мы готовы шагать в ногу на развитие и на расширение программы Skyway по всей планете. Благодарю за внимание. С вами Алексей Суходоев. До следующей встречи, очень скорой встречи, надеюсь, уже на расширенном технико-экономическом вебинаре. И сейчас ждите, я сброшу промо-коды. Спасибо, Алексей. Вот промо-коды, смотрите, они, если еще не разобрались, поспрашивайте, посмотрите, как они работают. Вот, действительно, Алексей, очень хорошо для новичков эту информацию. Значит, то, что связано с Австралией, с новостями, которые есть, это мы во второй части обязательно расскажем, потому что новостей не просто больше, чем достаточно, а от многих просто, я могу сказать, становится, ну, просто приятно о том, что, как сейчас это все развивается. Вот, поэтому, друзья, давайте мы традиционно сейчас делаем перерыв до 13 часов. Ну, как я уже говорил, мы обычно 5-7 минут. Дальше мы уже работаем в традиционном режиме, значит, для тех, кто уже в проекте. Поэтому, кто из новичков, информация оказалась интересная, достаточная, так сказать, вы можете остаться на следующий вебинар. Если считаете, что вам достаточно и это больше неинтересно, с вами я прощаюсь, друзья. Рады были пообщаться, рады были обменяться информацией, мнениями, которые у нас сегодня есть. Значит, Алексей, тут еще, как в конце, тогда давай нашу почту, твою и мою, и скайп, чтобы люди могли писать, смотреть. То есть, мы всегда для этого открыты, пишите. Единственное, что сразу предупреждаю, друзья, если мне по скайпу приходят спамы с приглашением куда-либо, как-либо, я удаляю даже без разговоров, поэтому не в защите. То есть, если вы меня ставите в скайп, то не надо делать рассылку по всем проектам, которые вы занимаетесь. Потому что, если есть толковые предложения, если есть что обсудить, я всегда отвечаю, всегда на связи, всегда работаем, потому что это крайне и крайне важно. Поэтому, друзья, как Алексей уже сказал, что действительно вы подключились к серьезному масштабному проекту. Это действительно очень серьезно, и это развивается уже не один и не два года, и даже не 10 и не 20 лет. Сейчас это просто явно выраженная уже система, которая подходит к результатам. И у вас есть действительно возможность сейчас войти в очень интересных условиях, в проект, претендовать на очень серьезные венчурные премии, действительно быть сопричастными к запуску проекта, который и обеспечит ваше будущее, будущее детей и всей страны, и всей планеты. Такое бывает, наверное, один раз в жизни поколения или в жизни каждого человека. И считайте, что у вас сегодня такой шанс появился. Как вы к нему отнесетесь, как вы с ним им распорядитесь, это, конечно, дело каждого из вас, вы сами принимаете решение. И ничего страшного не будет, если вы примете решение подождать, посмотреть. Это, друзья, тоже нормальный подход. Это тоже не то, что приветствуется, это тоже сегодня естественное развитие. Но очень много людей, которые год назад узнали о проекте и не стали активно работать, сегодня мне открыто говорят, они об этом жалеют. И я тоже об этом говорю, что, друзья, смотрите, чтобы дальше не было обидно или не было жалко, что в свое время вы просто поленились и не потратили какое-то время для того, чтобы разобраться и получить больше информации, которая позволяет узнать и войти в проект. Все, друзья, на этом я, те, кто выходят с нами, я прощаюсь. Ну, а большинство, я думаю, что мы все-таки увидимся уже с вами через уже 5 минут. Ну и традиционно, друзья, строй SkyWay, спасай планету, потому что это наша работа. Друзья, до встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok